И предлагаю вам посмотреть вместе со мной, сколько фейги на эти стоишь зарабатывают на своих YouTube-каналах. Привет, друзья! Сегодня у нас 21 октября. Гуляю со своей собакой, как всегда, утром, рано в парк. И слушаю в наушниках YouTube. Я включаю, когда с собакой гуляю, я включаю себе YouTube какой-нибудь выпуск и слушаю. И сегодня слушал Арестовича. Новое интервью, как-то там лагерный допит Арестовича, вроде бы так называется. Соромно, потому что я никогда не брехал специально. И подивите, в какой роли я выступаю для большинства в этой стране. Как старшего. И услышал, что у него спросили, сколько он зарабатывает на YouTube. На YouTube он зарабатывает 30 тысяч долларов. Это он сказал. Сколько Арестович зарабатывает на YouTube? Так, позже, тысяч 30 долларов на месяц. И я решил проверить. Арестович стал популярным у нас последний год, когда началась война. Он советник президента. И каждый вечер он дает прямые эфиры на канале Фегин. Кстати, я выходил гулять. Началась воздушная тревога. Слава богу, была быстрая, никаких последствий не было. Ну, сука, Путин, когда ты уже сдохнешь, тварь? И я подумал, почему бы не проверить, сколько реально и действительно зарабатывает Арестович на YouTube? Так как мы в YouTube занимаемся, я вам сейчас покажу, как это делать. Небольшое отклонение в историю. Вот гуляю, в парке есть церковь. Называется Церковь Спаса на Берестове. Видите, у нее тут здесь она покрашена, здесь она не покрашена. Здесь сохранили старый вид этой церкви. Церковь Спаса на Берестове. Основана в 12 веке. Потом ее разрушали, потом ее реконструировали и в итоге она получила вот такой вид, как сейчас. Слава Украине! А знаете, что я подумал? Я же вспомнил, он вам сказал, что Арестович выступает на канале Фейгина каждый вечер, да? И я так подумал, что а надо посмотреть, сколько зарабатывает Фейгин на YouTube. А не секрет, что YouTube платит деньги за просмотры. Сколько у вас суммарных просмотров за месяц и сколько вы зарабатываете? Ну, это я такие вещи не рассказываю, вы че. Есть общедоступная аналитика по этому поводу, поэтому я сейчас приеду в офис и вам все покажу. Итак, друзья, я в офисе и предлагаю вам посмотреть вместе со мной и выяснить, сколько Фейгин и Арестович зарабатывают на своих YouTube-каналах. Прошу обратить внимание, что смотреть мы будем среднестатистические показатели и слово, сколько зарабатывает на YouTube-канале, здесь мы будем рассматривать в разрезе монетизации, монетизации с YouTube. То есть, сколько YouTube платит за просмотры этим каналам. Кто не в теме, я сейчас объясню. То есть, если ты на канале получаешь монетизацию, включается монетизация от 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров, ты можешь получать деньги за это. Да, те YouTube за это платят деньги. Небольшие относительно, ну мы сейчас посмотрим, какие. В среднем в нашем регионе YouTube платит среднее, да, беру среднее. Это 1 доллар за 1000 просмотров. От этого мы будем и отталкиваться. Кстати, для сравнения, если это брать англоязычные страны, например, США, в США это может быть от 3 до 6 долларов за 1000 просмотров. Это зависит, сколько стоит реклама в том или ином регионе. Итак, открываем сайт, который называется Social Blade. Здесь мы можем смотреть аналитику по соцсетям, в том числе, то, что нам надо по YouTube. Итак, на этом сайте мы забиваем название канала, заходим на статистику этого канала, 1,9 миллионов подписчиков на сегодняшний день. Так, что нам еще тут интересно? Давайте вот основные посмотрим. Предполагаемый ежемесячный заработок от 15 до 240 тысяч долларов в месяц. Почему такой разброс? Потому что здесь непонятно, здесь программа не понимает, с каких стран были просмотры, и поэтому она дает среднее, вот, да, показатель, этот я имею в виду, от 15 до 240 тысяч, поэтому он дает такой разброс по цифрам. Но, что мы делаем для того, чтобы пересчитать самостоятельно это? Смотрим. Просмотр видео за последние 30 дней. 60 миллионов просмотров. Умножаем 60 миллионов. 60 миллионов – это показатель, который показывает количество просмотров за последние 30 дней. 60 миллионов. Делим на тысячу. 60 тысяч. 60 тысяч умножаем на 1 доллар – это 60 тысяч долларов среднему. То есть, Фегин получает с YouTube, то, что платит ему конкретно сама платформа за то, что он снимает. 60 тысяч долларов. Это средний просчет. Почему средний? Потому что я беру только наши страны. Это, может быть, его могут смотреть в Штатах, его могут смотреть, не знаю, в Англии, в Австралии и так далее. русскоязычная аудитория. Соответственно, там может быть 3 доллара, там может быть 5 долларов. То есть, эта цена может быть до… Эта сумма может возрастать до 100 тысяч долларов. Итого, в среднем, Фегин на своем канале от платформы YouTube за монетизацию получает в среднем 100 тысяч долларов в месяц. Ну, неплохо. На самом деле, на YouTube есть разные способы заработка. Есть реклама, есть мерч и так далее. Они также на канале продают мерч свой с футболками. Мы сейчас не рассматриваем, понятия даже не имею, сколько они на этом зарабатывают. Они даже NFT продавали. Говорят, что они тратят все на благотворительность. Ну, дай бог, конечно. В общем, если брать исключительно монетизацию на YouTube, вот такая история. Так, а теперь я предлагаю посмотреть, не обманывает ли нас сам Арестович в интервью. Он заявил, что он на YouTube получает, зарабатывает 30 тысяч долларов. Давайте посмотрим то же самое. Делаем такую же манипуляцию с каналом Арестовича. Находим его канал на этом сайте. Так, да, это действительно его канал. Смотрим подписчиков 1,6 миллиона. Количество проспотров и так далее. Дальше, что нам надо? Нам надо посмотреть предполагаемый ежемесячный заработок. То, что прогнозирует платформа. От 4 тысяч до 60 тысяч. Почему такой разброс, я уже говорил. И смотрим здесь просмотры видео за последние 30 дней. За последние 30 дней мы имеем, ну, пусть будет, округляем 15 миллионов просмотров за последние 30 дней. 15 миллионов просмотров за последние 30 дней делим. Ну, тысячу получается 15 тысяч долларов. Это минимальный, минимальная плата от Ютуба, да, это 1 доллар. Если брать там другие регионы, там, где реклама дороже стоит, соответственно, это может быть и 3, и 5 долларов. Поэтому 15 тысяч, он сказал, 30. Ну, по сути, да, так оно и есть. Если брать среднее арифметическое по каналу в денежном эквиваленте, то в среднем есть 30 тысяч долларов. Поэтому Аристоевич нас, здесь нас он не обманул, я не знаю, как 2-3 недели. Поэтому Фейгин, мы посмотрели, что Фейгин зарабатывает в пределах 100 тысяч долларов, и Аристоевич действительно зарабатывает в пределах 30 тысяч долларов. А сейчас я вообще предлагаю зайти к соседям и спросить у людей, знает ли этот канал, как они к нему относятся, смотрят ли они его. Идемте, узнаем, я самому интересно. Канал Фейгин Аристоевич смотришь? Нет. Не смотрел? Знаешь, кто такой Фейгин Аристоевич? Смотрел. Как ты относишься к Фейгину? Хорошие русские. Хорошие русские? Бывают такие? Что? Бывают такие? Не думаю. Понятно, Аристоевич как? Думаю, какой-то агент ФСБ. Канал Фейгин Аристоевич смотришь? Да. Знаешь, что такое? Регулярно смотришь? Как относишься к Фейгину? Евреи. Еврей? Аристоевича? Тоже кошерный. Кошерный? Но как ты их контент воспринимаешь или нет? Уже нет, уже не смотрю. Уже не интересно? Нет, каждый день одно и то же. Понял, почти. Скажи, пожалуйста, знаешь канал Фейгин Аристоевич? Знаю. Как относишься? Нейтрально. А к Фейгину как? Ну, умная людина. Дуже подобается. Аристоевич? Темная лошадка. Темная лошадка? Да. Спасибо. Знаешь канал Фейгин Аристоевич? Да, знаю. Смотришь? Да, иногда. Как ты относишься к Фейгину? Нормально, хорошо. А Аристоевич? Тоже. Очень давно не смотрела, Аристоевича, конечно, знаю. А как ты относишься к Аристоевичу? Как к профессионалу-психологу хорошо, как к тому, что он говорит с Фейгином, но такое. Что? Что там Аристоевич? Канал Фейгин Аристоевич, знаете? Да. Смотрите? Конечно. Регулярно? Да. Как относишься к ним? Отлично. К обоим? Я только одно знаю. Ах, кого? Выпуск Фейгин Аристоевич на канале Фейгина смотрели когда-нибудь? Не, не смотрел. Вообще неинтересно? Неинтересно. Друзья, получается, только один я смотрю канал Фейгина и эфиры с Аристоевичем. Сейчас поснимаем лапшу с ушей. Лапшу с ушей.